Включаем запись, вот нам подошла Виктория. Так, Виктория, слышите, видите нас, да? Я, видите, собираю вещи вот с собой в данный момент. Зарядки все эти. Виктория, включайтесь. Да, здравствуйте. Да, добрый день. А мы доделываем, переделываем. И у меня главный вопрос был про CGM-карту клиента. Таблицы же есть. Но остановились на этой карте пока. Я не знаю, что ты... Иди, пока не так дома. Нет, не знаю. CGM-карту надо будет, мы решили с Ларисой Пономарем, получается, в воскресенье завтра сесть и начать. Там очень много времени уйдет, чтобы путь клиента заполнить эту таблицу. По ней, в общем, просто понятно. Час вам, наверное, больше будет. По ней вам все понятно? Ну, не все. А что не понятно? Потому что это самое сложное, что у меня вот... Вот, сейчас я сейчас открою себе. Давайте разберемся сейчас, в принципе, что-то как. Давайте, немножко приболело. У меня это так, аллергия. Вот, я открыла CGM-карту будущей клиента. Так, сейчас продемонстрируйте. Открывайте. Открыла. Ну, я вот еще не умею сильно редактировать, имеется в виду я... Вот так вы с письмой открываете, чтобы мы... Ой, сильно не разбираюсь снаружи. Виктория, здесь откройте, мы же ее не видим. Так, а как я должна сделать? Что как? Открыть? Ну как? Ну, как... Ну, я у себя открыла и... Не у себя, у нас нужно ее открыть. У себя, а потом у нас. Чтобы мы ее видели. Виктория, вы, наверное, с телефона, да, вышли? Коллеги, у кого есть презентация, готовы ее открыть, пока Виктория разбирается. Евгения, нормально? Айфон, применуйте, пожалуйста, чтобы было видно ваше имя и фамилия. Вот, спасибо. Андрей, добрый день, уважаемые коллеги. Айфон я использую для того, чтобы вы слышали. А, это вы. Я понял. Я думал, что вы говорите. Да, это то, чтобы слышно меня было лучше, потому что у меня очень плохой звук идет с ноутбука. Для этого я задействовала айфон. Все, понял, спасибо. Это все я. Проказывайте. Прямо вот так официально все рассказываю. Давайте, да, да, да. Ну, по тренирую. Ну, давайте я попробую. Давайте. Зовут меня, ну, представлюсь, зовут меня Евгения Турченинова. Я предприниматель Сенгинского района города Кусноозерска. И хочу представить вашему вниманию свой проект. Называется он «Белый пляж». «Белый пляж» – это благоустроенный пляжный комплекс с пунктом проката, с видовой точкой общественного питания и кемпингом повышенного комфорта и сервиса. Находится он… Почему-то не переключается на мой слайд. Вот, все получилось. Находится на восточном побережье Гусиного озера. Как вы видите, озеро у нас очень большое. Второе по площади после Байкала. На территории нашей республики. Расположение у него очень удачное. Он находится всего в части СД от нашей столицы, города Улан-Удэ. И также на таком же расстоянии от города Кяхта – это приграничный город с Монголией. В пяти километров от федеральной трассы А340. По этой трассе прямо идет туристический поток. То есть автобусами люди едут как в Монголию, так и из Монголии. От нашего города он находится в 15 минутах езды для местного населения. То есть там буквально 10-15 минут, и можно добраться до нашего белого пляжа. Я этой картинкой пыталась показать, сколько оно действительно очень большое, не входит озеро полностью на слайд. Но вот тут, если приглядеться, вот эти маленькие точечки – это вот столько машин к нам приезжают, чтобы купаться. Вот на этой фотографии я насчитала полторы тысячи человек, если за расчетов 3-4 человека в машине. Здесь порядка полутора тысяч человек на этой фотографии. Все они, конечно, хотят и благоустройства, и сервиса, и питания, и досуга. Целевую аудиторию своего проекта я определила, как, конечно же, местные жители, жители соседних городов, которых я перечислила выше, гости соседних турбаз. Там уже есть у нас действующих турбаз очень много, которым тоже было бы приятно посетить благоустроенный пляж. И я выделила отдельные группы, это маломобильные группы граждан, выделила потому, что в проекте предусматривается для них дорожно-тропиночная сеть для колясок, то есть это обязательно требование поста по пляжам, и хотелось бы сделать еще спуск в воду. И хотелось бы, может, ими занять, их посещением занять месяца, которые, ну, например, сентябрь и май. То есть когда поменьше народу, чтобы они себя уютнее чувствовали, и в это время загрузить как бы пляж. Дальше. Так, бизнес-модель. Прям бизнес-модель я прям рассказываю подробно. Нет, вы здесь рассказываете так, чтобы, смысл, мы вообще читать не надо. Вы ключевое. Ну, давайте я вот расскажу, да, попробую. Давайте. Ну, вот основные клиенты я уже перечислил выше. Ну, вот среди них ключевые вот такие-то, да. Да. Семьи с детьми, дети разного возраста, от маленьких там дошкольников старше. Что мы им для этой аудитории предлагаем? Это вот, например, отдых, купание, питание, ну, достаточно там, та-та-та-та-та, да. Мы с ними взаимодействуем вот таким образом и зарабатываем вот таким образом. Ну, примерно вот так. Да, при этом у нас для того, чтобы, то, что я сказал, ценность мы создать, мы используем, ну, у нас есть вот такие-то партнеры. Остальное люди прочтут, не волнуйтесь. Ну, как-то, что на вас на язык легло, то и говорите. Хорошо? Попробуйте сами вот расскажите, вот просто расскажите, ни в коем случае не читайте. Просто рассказать. Сейчас попробуем. С чего бы даже тут начать. Ну, вообще отдых на нашем озере, вообще начнем с того, что наше озеро – это жемчужина республики Бурятия. У него очень прозрачная, кристально чистая вода. То есть даже когда ты заходишь по подбородок, ты видишь, как стоят твои ноги на дне вокруг плавающих рыбок. И, конечно, это очень ценный продукт, который мы хотим предложить нашим туристам. Организовать комфортабельные зоны отдыха, обеспечить их безопасность на пляже прежде всего. И досуг. То есть, ну, ответить на три ключевых вопроса. То есть, что я буду есть, где я буду жить и что я буду делать. Я свой проект представила в Министерстве туризма. Получила от них поддержку, что работаем, как говорит наш глава республики. Моим партнером является также наш муниципалитет. И муниципалитет Моуза-Густайска, где расположен, на чьей территории расположен данный пляж. Благодаря акселератору я уже запартнерилась с предпринимателями, с которыми мы вместе будем развивать этот проект. И меня поддерживает некоммерческая организация «Восвод России». Мы будем создавать филиал на нашем озере по спасению людей на воде. Наши доходы мы будем получать непосредственно от продажи мест размещения, от проката, от продажи питания. И также эту красивую большую территорию можно будет сдавать в аренду, наше помещение, территорию. И также хотим реализовать свою мирную продукцию. Как мы это будем делать? Вот молодец. Основные наши затраты вот такие-то, туда-то мы тратим. То есть вот как ложиться, ничего не сказали, ничего страшного, главное ключевое. Хорошо, Евгения, молодцы. Хорошо, но мне как бы немножко сложно, конечно. Конечно, я волнуюсь, это ничего не сказать. Но я готова защищаться. Я буду защищать свой проект. Что еще здесь там? Можно к следующему слайду перейти? Я очень волнуюсь. Конечно, как хотите. Опять же, я потом дам комментарий. Вот сейчас делайте, как получается. Потом я скажу, обратную связь вам дам. Хорошо? Хорошо. Что нужно большинству людей для полноценного отпуска? Это подставить свое тело теплым лучам солнца и скупаться в чистой, теплой воде. Поэтому наша команда взялась за создание первого благоустроенного пляжа Дагусином озере. Только представьте себе очаровательные виды озерной глади, горы, расположенные близко к озеру, прекрасный золотисто-песчаный пляж с кристально чистой водой, оборудованные и благоустроенные зоны отдыха, уютные сафари-тенты в кемпинге, отличная кухня. Словом, настоящий пляжный отдых, возможность на неделю-другую, а может быть просто на выходные, выключиться из реального мира. Что нам сейчас всем очень необходимо. Основные финансовые показатели нашего проекта я представила на данном слайде. Здесь необходимые инвестиции в мой проект. Это 33 миллиона, рентабельность продаж 61%, и срок окупаемости меньше трех лет. Два года, два года, и что же мы там считали? Сколько-то месяцев, сейчас не вспомню уже. Два и три года. Ну, тут все видно на диаграммах. Надо это пояснять, не надо, я не знаю. Тут вопросы, которые возникают, они, в общем-то, про где вы берете деньги, какая часть заемная, какая слоя. Вот у меня лично, по крайней мере, по годам распределяются. На остальном вроде по годам. Деньги – это очень интересный вопрос, конечно. Я рассчитываю на федеральную и региональную поддержку, которая сейчас оказывается в нашей республике, и часть своих собственных средств. Вот из этих двух составляющих будет формироваться бюджет на проект. Хорошо. Дальше. Я здесь, на этом слайде, попыталась показать свои сильные стороны, слабые возможности и угрозы. К сильным сторонам я, конечно же, отношу удачное территориальное расположение, так как земельный участок располагается прямо на берегу озера. То, что у меня есть проект, разработанный дизайн, дизайн, что все сделано в едином стиле будет. Будет полное соответствие требованным законодательствам, конкурентоспособная ценовая политика, удовлетворение основных потребностей туриста и возможность выбора необходимых набора услуг. К слабым сторонам я отношу это то, что у меня новое предприятие без наработанной клиентской базы, ограниченность собственных средств, и поэтому мне требуется привлечение либо кредитных средств, либо субсидий, грантов и так далее. У меня не сформированный штат сотрудников, и мне необходимо будет их обучить. Тех же матросов-спасателей необходимо специализированное обучение. Требуется доработка моей проектной документации под поставленные цели, потому что у меня немножко изменились. В общем, добавился пляж к тому проекту. Пляжная полоса 20 метров. И мне требуется изменение категории и врии земельного участка. Я, конечно, мы постараемся успеть. У нас администрация держит руку на пульсе, но оформление всех бумаг требует определенного времени, поэтому будем надеяться на какое-то информационное письмо. Мы решим, это мы все решим. Наши возможности. Возможность привлечения новых клиентов пассивно. То есть я вам уже показывала выше на слайде, что мы стоим на турпотоке, то есть за счет какой-то наружной рекламы и просто визуального видения нас, они будут к нам приходить. Дополнительная реклама в СМИ просто значительно усилит этот эффект. Также внешнеполитические и экономические факторы делаются внутри регионального отдыха сейчас более востребованным. Ну, все мы знаем, да, наши обстановки. И сейчас развитие туризма – это приоритетное направление, поэтому региональная, федеральная поддержка, направленная развитие туризма, тоже открывает нам дополнительные возможности. К угрозам отношу участие в торгах, что может принять большее количество организаций, чем я одна, что приведет к повышению стоимости аренды участка и, соответственно, снизится рентабельность проекта. Неблагоприятные погодные условия и трудности в подборе и поиске персонала. Далее. Здесь я постаралась в бизнес-процессе изобразить пляжного комплекса «Белый пляж». Делала это впервые, сразу вам скажу об этом. К основным бизнес-процессам отнесла оказание услуг бронирования приема и размещения, оказание дополнительных услуг обслуживания номеров, отбор в найм обучения мотивации персоналам, технологии контроля качества оказания услуг и маркетинг, вспомогательные бизнес-процессы обеспечения безопасности, инженерно-техническое обеспечение, хозяйственное обеспечение, бухгалтерский налоговый учет и юридическое сопровождение, программное обеспечение. И бизнес-процессы управления – это стратегическое управление, управление нематериальными активами, управление комплексом, управление персоналом, маркетингом и технологией, управление материальными активами, управление финансами. Вот моя дорожная карта. В октябре и декабре 2022 года я буду заниматься заключением договоров с партнерами и более детальным просчетом финансовой модели. Так как она у меня сложная, состоит из четырех направлений, мне там нужно будет больше времени уделить. В январе-феврале будет составлен мастер-план, и мы примем участие в федеральном конкурсе на грантовую поддержку проекта. С божьей помощью в марте 2023 года, надеюсь, что у нас начнутся строительно-монтажные работы. В апреле 2023, во время того, как будут идти строительные работы, разработка логотипа брендбука, создание сайта, запуск рекламной продукции, и еще не написал, тут запуск, наверное, открытие бронирования. К июню запуск проекта и в июле выход на плановые показатели. Вот так крупными такими мазками набросала. Актуальность и значимость. Здесь разместила несколько ссылочек на то, как необходим пляж населению. Можно почитать там и про экологию, и про благоустройство, и про спасение людей. Что, в общем, создание безопасных и комфортных условий для отдыха на пляже жителей и гостей Республики Бурятия. Вот это актуальность моего проекта. Значимость красивый, благоустроенный пляж Республики Бурятия с радостной инфраструктурой, снижение количества несчастных случаев на воде, повышение социальной, культурной и экологической значимости мест массового отдыха граждан на водных объектах. Ну и хочу представить вам свою команду. Я как руководитель проекта, у меня опыт в организации общепита. Также Елена Шеребон, так она мне не прислала, как правильно о ней написать. Я нашла где-то в интернете, у меня страничка была не заполнена наших трекеров. И я нашла, она мне сказала, что это устаревшее, что надо переделать. Но я жду информацию, пока информации нет у меня. Также во время акселератора на меня вышла Светлана Вороева. Это участник нашего акселератора. Она предприниматель в сфере туризма, экскурсовод. И выяснилось, что она оказывается в возе туристов в Тамчинский Датсан. И предложила партнерство. Уже сейчас, во время акселератора, я нашла себе партнера. Меня поддерживает Селенгинский наш район, Министерство Республики Бурятии, Восвод России. В общем, мы сформированная команда специалистов в сфере гостеприимства, общепита, организации безопасного отдыха и досуговых мероприятий. Наша команда хорошо осведомлена о специфике организации бизнес-процесса в Селенгинском районе. У нас есть искреннее желание развивать родной регион и сделать его более привлекательным и доступным для людей со всего мира. Не побоюсь этого слова. Ну, я закончила презентацию своего проекта, буду рада комментариям и надеюсь, вы мне поможете лучше его защитить. Спасибо, прям вот вообще я в восхищении. Правда, вы просто вот... Мне самому захотелось такой проект инвестировать, если честно говоря, что крайне редко бывает. Ну, смотрите, вот давайте, ну, разберем. Ну, Лариса, спасибо прям тебе огромное за то, что и вы с Евгением такое сделали, тоже прям супер. Ну, молодцы. Давайте прям по слайдам пойдем. Я скажу, что можно улучшить. Вот все классно. Что можно еще улучшить? Как технические моменты, буду говорить, так... Три момента. Технические, да, второе там с точки... Ну, по оформлению. Потом по, действительно, содержанию и по выступлению. Содержание презентации. Вот смотрите, по содержанию презентации. Вот здесь по монитору... Первый слайд прям сразу. На мониторе это видно. На экране видно не будет белый шрифт вообще. Так, убрать белый шрифт. Ну, не убрать, а сделать его, например, темно-синий. Заменить белый шрифт. В никакой случае не убирать. Ну, название-то, может, и будет, а вот этот белый вообще не будет. Второе... А я его и не хотела, Андрей, чтобы было видно. Это я думала, что я оттуда буду читать. Не, ну, если там что-то есть, значит, участники будут напрягаться. И им что-то надо... Понимаете, да? То есть вот сразу технический момент, значит. Потом тоже технический момент такой. Там именно у них два логотипа. Один мой бизнес, другой нацпроект. То есть прям один... Я могу их сейчас там потом кинуть вам, да? Напишите, я прям кину. Вот видите, как у меня. За мной. Вот они. Да-да-да, нацпроект. Именно это разные штуки, а вы тут в одном пытались. Ничего страшного, я просто вам... Тоже себя покрупнее можешь тоже вот выделить. Так, все. Супер. Так вот вы очень хорошо. Вот это прямо фотография фона. Вы хотите передать, как это будет. Это очень прекрасно просто. Что мне еще не хватило в начале, так это, чтобы вы рассказали о своем личном опыте. Вы же предприниматель. Это огромный плюс. Вот. И вы бы чуть-чуть сказали. Вообще я занимаюсь, например, общепитом, а здесь я собралась. Действительно, как предприниматель, вижу неиспользованную возможность. Во-первых, для себя, для заработка. Во-вторых, для людей, чтобы действительно им было удобнее, они готовы за это платить. Уже трафик существует. То есть вот этого не хватило мне. А в вашем предпринимательском опыте значительно тогда будет. Ну, я-то его знаю, а просто как слушать. Вот. Это такой момент. Давайте дальше. Идем. Я бы вам тоже с точки зрения дизайна здесь порекомендовал бы, вот как первый слайд, а вы выцветите, как вариант, выцветите эту прямо обложку. Первого. И везде ее сделайте подложкой. Понимаете, о чем это? Хорошо. Поняла. Ой, выцветший, выцветший. Прямо как белесый. Но она у вас везде как присутствует, будет круто. А тут немножко школьный такой формат начался. Да? Ну, то есть... Понимаете, о чем я говорю? А там вот эта классная у вас обложка. Используйте это. Вот. Тоже здорово. Технические номера, слайды. Покажите. Что вот... Ну, то есть я, например, вопрос на какой-то возник. Я же не буду в процессе задавать там, например, с членкомиссией или там эксперт и так далее. А я запишу номер слайда и все. А так я забуду. А номер слайда мне прямо на слайде и поставить циферку, да? Да, ну, в нижнем правом углу она может быть такая, прям совсем аккуратная. Там есть, ставить номер слайда и все. Ну, подложка. Теперь смотрите. Вот здесь очень хорошо, что вы показали прям вот кадастровый там вот этот участок. Ну, вот тогда напишите. Карту прям так и оставьте. Она то, что нужно. Но просто вы стрелочкой, которая куда-то уходит, на ней напишите там час езды от Луну-Дэй. Куда-то в сторону Луну-Дэй. Ну, например, то есть такие вещи. Или там у вас, соответственно, кто еще, да? Кяхта. Вот тоже стрелочка в сторону кяхты и там час езды до кяхты. 55 минут. Даже не километра. Помните, я вам говорил. И вы говорите, вот. И может быть здесь тоже какие-то параметры. Ну, например, что и так уже. То, что по сути, вы на словах говорили, отдыхает такое-то количество людей. Да, в сезон, например, там, условно там 78 тысяч. 780 тысяч. Ну, вы пловете. Типа вот какие-то ключевые параметры, что видно, что вы тем самым очень увеличиваете возможность вероятность выдачи гранта. Потому что у вас уже есть поток. У вас есть предпринимательский опыт. И есть часть твоих денег. Тоже, кстати, не хватило какая, но в будущем об этом обязательно говорите. Там, по крайней мере, на защите, когда гранты будете. Да, это понятно, у вас это потребно. То есть вот эти три составляющих у вас же есть. Предпринимательский опыт, существующая потребность прямо платить людям деньги. И вот действительно свою же часть вложения. Вот. Все нормально. Тут может быть меньше текста. Вот об этом просто проговаривать. Вы же об этом говорите. Вот это точно текст не нужен, а это показать на карте. Может, карта вообще во весь слайд сделала. А вот это 15 минут гуси на озер, стрелочка. То есть тут не нужно текста вообще. Понимаете? На стрелочках это делаете. Вот. Поэтому он здесь испыточен. Дальше. Значит, тоже вот по сути эти оба слайда, ну, здесь есть ли целевая аудитория, да, ну, ее сделайте булидами. Ну, то есть там точка такая-то в аудитории, там дети с родителем, но слава точка такая-то. Ну, и может быть там а, вот, отлично. Все, супер. Тогда, вообще супер, да, все, отлично. Тогда, может быть, как-то это обидно. Вот на том слайде, ведь, смотрите, третье, вы доносите основную мысль, что там много. Правильно? Вот уже. Поэтому здесь тогда про целевую аудиторию вообще убирайте. Здесь, ну, то есть, вы же на следующем про это говорите, да? Здесь про что? Здесь про параметры какие-то. Здесь вот, вы же что про этом слайде говорили, когда презентовали? Что здесь вот по порядку там полутора тысяч человек. Да, вот. Вот и напишите, или там как-то стрелочкой это продемонстрируете. Примерно так. Параметры какие-то. И сезон там с такого-то по такой-то. Ну, вот и вот такие вещи. А потом, что вы для маломобильных так-то, но это там дальше. То есть, вот это. Ключевое здесь это. И тоже, как там карту можно увеличить, так и здесь. Прямо на этом, на вот этом фотографии максимально на слайд растянуть, а на ней написать какие-то ключевые параметры. Ну, понимаете, да? Все. Ой, не растягивайте. Верните, верните, верните. Вы сейчас же пропорции нарушили. Запах тяните. Никогда так не тяните. Машинки настолько маленькие, что не видно, что нарушена пропорция. Ну, ладно. Ладно. Хорошо. Значит, так, ну, здесь я говорю, да, понятно, вы это сказали. Мне чего не хватило, не хватает вот на этом слайде предыдущем, так это как бы вот приоритет. Ну, вот можете на словах сказать. Вот, то есть, какая из них более посещаема, ну, вот, говорите об этом. Не обязательно это пока. Не обязательно это писать. Не обязательно. Просто жирно выделите для себя. Можете так, как угодно, да? Вот, дальше. Смотрите, так как у вас уже большая посещаемость, то, по сути, у вас нет задачи маркетинга. Вы об этом говорили, но мне кажется, ее нет. У вас скорее есть задача, привлечь новых, у вас скорее есть задачи целевых, в большей степени, а кого-то, наоборот, чтобы не приезжали. Сделать. Маркетинг. Например, если вы делаете акцент на семейных, ну, так и вот, условно, там продвигаетесь через семейные клубы, в УНД, в Кяхте, а наоборот, стараетесь, чтобы, условно, алкоголики туда вообще не приезжали, там, наоборот, для маркетинга, наоборот, отвратите их оттуда, да? Иначе вы испугаете первую главную аудиторию. А так, опять же, с ваших слов, все в порядке с посещаемостью, то есть более чем достаточной. Вот. Значит, следующее, ну, бизнес-модель, я говорю, здесь я бы что вам посоветовал визуально, тут вроде как красиво сделали вот эти коробочки с галочками, да, но я бы советовал здесь акцент, ну, например, семьи с детьми и школьники, это примерно одно и то же. Согласны? Школьники-то ну, то есть вы просто вот чуть-чуть поработаете, вот смотрите, например, студенты, пенсионеры, молодежь, молодежь, по сути, тоже у студентов себя включает. Логично, то есть поработаете чуть-чуть вот с содержанием, с этой точки зрения. Вот, то есть у вас, по сути, вот давайте я даже вам сейчас скажу, у вас смотрите, получается, семьи с детьми, в том числе школьниками, у вас есть молодежь, ну, например, мы называем там условно 20, там 35, там, да, или там, как угодно, да, у вас есть пары без детей, у вас есть маломобильные и пенсионеры, и гости, соседи, ну, то есть вот две аудитории мы досунули внутрь, согласны? Хорошо. Просто, ну, видео, это же останется, вы сейчас, ну, да, то есть дальше, то есть вот с этим поработаете, ну, например, ценность тоже, у вас тут текст, а тут достаточно тезиса, тут целое предложение, то есть просто пишите, у вас здесь, это же не слоган, чтобы продавать, то есть убирайте отдых на Бузином озере, то есть теплая, кристально чистая вода, пологий вход. Ближе, чем Байкал. Да, ближе, чем Байкал, вот три тезиса, вы половину текста сократили, ну, понятный смысл, да? То есть таким образом и больше будет, и читаем, вы понимаете, то есть здесь просто подсокращайте этот текст, и все. Но это ко всему, то есть самые ключевые моменты, и вам будет проще об этом рассказывать. Давайте посмотрим, кстати, источники дохода, да, выручка от продажи, место размещения, от проката, питание, ну, слово выручка, да, в данном случае тоже избыточно, да? То есть вы источник дохода, продажи, место размещения, прокат, ну, организация питания, там, понятно, да? В смысле, просто даже, ты просто место, ну, окей, понятно, да? То есть вы слова максимально содержательно делаете, а вот какие-то несодержательные вещи убираете. Ну, это вы почистите, так, и, 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 не знал, как описать продукт. Вообще, презентацию делаю впервые. Вот вы, Андрей, говорите, так легко вставить номерочек в презентацию, мне сейчас надо изучить будет этот раздел, чтобы вставить номер слайда. Вот, вставка, или анима, там, ты видишь, вторая вкладка, идите туда, вставка. Посмотрим там, да, вот, видите, номер слайда. Дальше, дальше идите, вон, 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 вон. Оп, да, все, нажимаете. Все поняла. Надо галочку поставить, подождите, галочку там надо было поставить. Вот, слайда вон, видите? и применить ко всем. Вот он у вас появился. Худо-бедно, теперь на каждом слайде весь номер. Перетащить, а все это вы сделаете. Вот смотрите, все здесь можно улучшить. Я бы здесь тоже вообще брал текст, а вот именно показал бы, ну может быть да, какой-то средний чек единственное, а остальное показал бы фотографии. Ну удобнее, согласны? Согласны, да? Вот тут именно фотографии, на которых целевая аудитория. Но текст надо проговорить, он был красивый. Красивый был? Текст надо проговорить. Текст надо проговорить? Проговорить, да. А, знаете как, у тебя тоже сейчас секрет лайфхак такой по слайдам. Вы этот текст смотрите, вот выделите, вырежьте и киньте в примечание, только вы будете видеть. Примечание это где? Вот мышку, где видите граница слайда снизу. Да. И плашечка. Вот наведите, чуть-чуть, еще чуть ниже. Нет, 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 нет. Нигде заметки, вот верните где были. Левее, левее, левее. А вот да, теперь поднимите, теперь чуть ниже к планочке. Нет. Вот, теперь тяните вверх. Вот, и туда и накопируйте. Видите? Ну, только сделайте, чтобы было. Вот этот текст туда скопировали, он никуда не денется, вы его будете видеть, и все, и нормально. Можете именно вырезать, да? Ну да, а тут его прямо, он исчезнет. Вот так будет, да? Да, ну а тут прям удалите, и все. А там вот фотографии делаете, все такое. И этот текст, вот вы понимаете, что вам нужно проговаривать, все нормально. Вот. Андрей, а во время защиты я буду видеть свою презентацию перед глазами, вот это, да? А на экране будет видно только слайды, да? Ну, как вы сделаете? Вы можете распечатать, у вас тогда это распечатает примечание, да? А если... Опять, там палочку нужно правильно поставить, распечатать там с примечанием, когда они у вас будут. А ученики будут видеть на зрителе вот так. Дальше, седьмой слайд. Ну-ка. Ну да, то есть еще раз, на шестом договорились, вы туда фотографии вставляете в вашу целевую аудиторию, которая вот про продукт. И, может быть, средний чек напишите для, ну вот, условно это место, для покушать, ну, для сдачи в аренду, что основное будет. Например, там сдаем в аренду, там, катамаран. Ну, какое-то описание. Там среднее время пребывания на пляже 3 часа, стоимость там часа 50 рублей. Ну, примерно, да, как-то вот так. Пляж бесплатный будет? Не, ну, я просто как пример говорю, на чем мы зарабатываемся. Тогда вот так. Дальше, значит, экономика. Ну, я уже про это сказал. На мой взгляд, тут что непонятно мне? Первое, ну, каким временным датам это привязано? Какая доля ваша? Ну, то есть понятно, что это планируемые показатели основные, да? И в этом смысле вот на какой момент они планируют? Ларис, может быть, ты прокомментируешь как-то тоже? Ну, я думаю, Евгения сама может прокомментировать, что это летний период с мая по сентябрь. Да, когда вы это введете в эксплуатацию. Ну, то есть вот из цифры, ну, можно чуть-чуть вот округлить там, да? Хотя нет, в принципе, не надо, не трогайте. Это действительно производит лучшие впечатления, что это действительно посчитанные цифры. Хорошо. Ну, то есть вот даты, примерно, когда это вводится, примерно там своя доля инвестиций. А, размещение, прокат. Ну, тут все очень, в общем-то, я тоже говорю, хорошо, наглядно. Вот. Это очень большая работа, и без помощи Ларисы я бы ее никогда не сделала. Я знаю, что Лариса здесь просто звезда звезда. Это вообще, это суперферическая скорость составления табличек по финансам. Я поражена. Вот, вот, кстати, смотрите, от этого слайда возьмите на предыдущий. Вот у вас есть четыре направления. Общепит, пляж, размещение, прокат. Вот это и есть описание продукта. И фотки найдите под это. Поняла. Поняла. Вот у вас четыре продукта-то и есть. Все нормально. Все поняла. Что дальше? Так. Посмотрим. Ну, здесь без комментариев, и вы можете еще раз в приложении поместить или просто пролистать какие-то ключевые вещи здесь скажите. Ну, то есть, действительно, наши, ну, вот, на мой взгляд, смотрите, как эксперты, самая ваша крутая сторона, почему я сказал, что мне тоже самому бы я в такой проект и вошел бы, с большой вероятностью, в том, что вы уже на трафике сидите. Вот это самое крутое. А второй крутой момент, то, что у вас уже есть предпринимательский опыт. А третий крутой момент, вот он, кстати, не обыгран у вас, вы его вот замутили, как-то замыли, команда. С одной стороны, вы сказали, что она есть, их нужно переобучить, а с другой стороны, вы показали себя и еще двоих новых людей. Доверие у меня, вот, у меня лично, сильно пропало, когда увидел вот те фотографии, у меня… Убрать, да? Ну, убрать, смотрите. Ну, покажите всю команду. Это прекрасно, что вы с Леной Шеребон, вот, что еще нашли. Но это же не команда, которая у вас была. Ваша-то сила в имеющейся команде. Вот я о чем говорю. Согласны? А имеющаяся команда – это кто? У вас есть кто? Ну, подожди, вы же предприниматель или… Да. Значит, ее нет. Хорошо, значит, я правильно понял. Хорошо. Ну, до этого были какие-то люди, с кем вы уже работали слаженно или нет? Партнеры, пускай даже не наемные сотрудники, а партнеры? Нет. Окей, тогда так нормально. Ну, вот у меня впечатление… ВОЗ, ВОЗ у нас есть, с которым уже есть налаженные связи. ВОЗ, ВОЗ, Россия. Да, тогда да. Понимаете, еще раз, понимаете, почему у меня возникли сомнения? Потому что вы… Вот я так понял, что у вас уже команда, вы уже действующий предприниматель. Да. И вы почему-то эту команду не показываете, а показываете Лену Шеребон, Светлану, по-моему, да. И у меня возникает какой-то диссонанс. Вроде вы говорили о команде, показываете новых людей. Это прекрасно еще раз объяснение. Ну, вот как бы у меня почему-то ощущение, что есть и старенькие, а их вы показали. Это мое личное, мое. Но если их нет, то, значит, вопрос снимается. Так, дальше. Ну, про сход я сказал, можете оставить. Можете сказать ничего. Тут вообще молодцы. Но я, может быть, прослушал вот следующий, да, девятый. Может, я прослушал что? Что когда вы… Вот красное – это что? Это именно по созданию… Что там создание… Сквозной бизнес-процесс? Маркетинг, управление персоналом. Нет, классно. Вы выделили вещи какие-то, ну, которые под вопросом или что? Или как зона развития? Это что вот? Я вот это не услышал. Ну, там идет… Здесь бизнес-процессы, которые направлены именно на пляжный комплекс. То есть, как сказать, на внешние. А это внутренние бизнес-процессы, которые внутри надо сделать, чтобы была создана ценность для клиента. То есть, еще раз, красный – это внешний. Наоборот. Наоборот. Подождите. Управление материальными активами. Так, управление финансами. Это же внутренние. Вы где смотрите? Я не вижу вообще таких названий. Где? Вот, правый, нижний, там управление… А, а нижний – красный. Вот. Вы говорите, что красный – это… Еще раз. Значит, черный – это что? Давайте так. Я смотрела на столбец, который находится слева, внизу. А вы смотрели на столбец, который справился… Нет, я все правильно, на тот, который слева. Но я стал спрашивать про черный, просто чтобы прояснить, что это вы красный. Ну, управление комплексом – это внешние процессы. Правильно я понимаю или нет? А управление персоналом и паркетингом – технология, я понимаю, что это внутри я должна делать. Нет? Вот смотрите, что сейчас Светлана пишет, да? Женя, в команде у вас есть уже повара, горничные, менеджеры по продажам, бухгалтеры? Есть. Так вот и обозначь, что они здесь. Это возвращаем к предыдущим. Вот и все, это уже будет круто. Понимаете? А, все поняла. Я поняла. К последнему слайду или вообще к тому, что вы говорите. Вы говорите, что у меня уже есть, или я понимаю, кто конкретно будет работать, горничные, бухгалтеры. Это очень круто. У меня есть бухгалтер, у меня есть шеф-повар. Все, все, супер. Давайте к бизнес-процессам вернемся. Все равно. Давайте. Я не понимаю в этом абсолютно ничего. Поэтому я с широкими большими ушами вас слушаю. Знаете… Я не понимаю. Тут я выскажу сейчас только свою точку. Потому что бизнес-процесс – это Шеребон тема. Вот. Она ее вела. Я скажу так. Я бы здесь что? Здесь у вас есть ключевые бизнес-процессы. То есть те, без которых бизнес не сможет существовать. Да. Его нужно ввести внутри. Да. Хотя вот, например, смотрите. Вот это у вас основные. Например, обслуживание номеров, дополнительные, оказание дополнительных услуг. Оказание дополнительных услуг – это может быть внешний подрядчик. Согласитесь? Ну, если, например, пицца в номер. Она же может быть заказана извне. Может, ну… А может, вами быть. Ну, то есть, может так, может так. Маркетинг – точно. Это, ну, как бы, вы его должны контролировать, но тоже вы хорошо его не сделаете сами. Вам нужен кто-то, ну, условно, там, талантливый, там, студент, там, маркетолог на фрилансе. Потому что маркетолог внутри стоит реально хороший, дорого. Я не знаю, какие у вас расценки, но для Москвы это, там, там, двести, триста, четыреста тысяч рублей зарплаты. Вы готовы такое тянуть? Да нет. Абсолютно. А вот если на фриланс вы такому человеку отдите, ну, это, там, 50 тысяч, ну, 30-50 тысяч он вам всего лишь будет стоить. И в этом смысле… Ну, вы должны, как бы, убедиться в его квалификации. Понимаете? Угу. Здесь вот про это. Наим, обучение, ну, да, вот, ну, тоже, так сказать, тоже для вас, маленького, достаточно бизнеса, это, может быть, внешний консультант, который вам находит агентство кадровое. Точно вам внутри этого не нужно. Бухгалтер ведет, там, дело производства и какие-то там личные дела, но это никак не имеет отношения к так к найму обучению. Не мотивация. Согласен? Согласен. Мне честно скажу, что тут бы разобраться. Немножко. Хорошо. Пишу консультацию с Еленой Шеребовной. Да, потому что это ее тема и вот так. И я бы, то есть вот если все оставлять как есть, даже без консультации, я бы вам одну вещку советовал. Уберите красную. Уберите красную. Вопросов не будет. Так, убрать красную. Хорошо. А остальное просто проконсультируйте с Еленой Шеребовной. Хорошо? Вот. Ну, понятно. То есть, дальше карта, здорово, опять же, красиво, замечательно. Тут, да, 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 ну, я не знаю, мне в общем-то, в общем-то, как вот такие основные мазки, все тут в порядке. Все. Может быть, что-то добавится в процессе детализации. Ну, добавить на слайд. Понятно. Дальше. Одиннадцатый. А, звук пропал. Сейчас, Виктория, да, вижу руку. Сейчас чуть-чуть еще и вам дам слово. Я так понимаю, что iPhone отвалился. Евгений. Ну, да, понятно, пропал. Сел. Ну, окей. Сейчас через ноутбук. Слышно. Слышно, слышно. Все нормально. Давайте следующий слайдик посмотрим. Давайте. Давайте, давайте. Так. Ну, да, тут тоже, но я бы меньше слов бы сделал. Да. То есть, просто хорошо очень, что вы даете ссылки. Ну, то есть, создание безопасных, комфортных условий. Остальное, ну, больше для отдыха, там, та-та-та-та-та. Это раз. Снижение количества несчастных случаев. Повышение социально-культурно-экологической составляющей. Ну, все. Ну, то есть, половина букв можно убрать. Ну, команду я сказал. Насколько я понимаю, Елена просто не хочет по поводу ОСИ уберите, она как-то ревностна. Остальное вот НКО, Байкальская ассоциация развития сотрудничества, это четко. Но это у нее, это ее организация. А насчет ОСИ вот, ну, да, вот. Все, вот так вот оставьте, да. Ну, ей все равно покажите. Да, да, да. Понятно, что как бы так. Добавить свою команду или. Да, да, вот можете вот там где-то текст и написать. Тут общие, опять же, слова сейчас в этом тексте внизу, да. Которая, просто напишите, ну, действительно уже тех, кто функционально есть в вашей команде. Вот. И смотрите, потом, сейчас опять же технический комментарий. Очень плохо смотрится этот самый логотип Министерства туризма. Он. Я не могла найти, я хорошего качества. На сайте возьмите. На сайте возьмите. На сайте все хорошо. Конечно, без проблем. И еще раз, ну да, тут мой бизнес. В общем, и нацпроекты сюда тоже. Как на первом слайде. И я вам говорил, что вот эту выцветшую подложку, посмотрите, как будет. Единственное, Ларис, если ты сможешь, помоги, то так не объяснишь сразу с точки зрения, как именно подложку слайды сделать. Подложку. То есть нужно зайти будет в шаблоны и туда кинуть ее. Подложку выцветить. Легко выцветить. Очень легко. А вот шаблоны люди путаются, как зайти через шаблоны. Вот. Или нажмите сейчас. Вы смотрите вид. Сверху видите вид. Вот в основном меню прям вверх. У меня закрыто. А, ну ладно, я понял. Вы можете мышкой вниз потащить, нормально будете. Уберите оттуда. Ну, в общем, там все. Ну, по сути, у вас все классно. Нет, нет, это дальше. Вид вот прям последний. Да-да-да, нажимайте туда. Смотрите, образец слайдов. Нажимаете образец. Образец слайдов. И вам нужно вот это синий удалить. Вы сейчас на подложке. Туда нельзя залезть из самого слайда. Вы, в общем, у основного слайда убираете этот весь синий фон. Ставите туда фотку во весь слайд. А потом ее выцветаете там двумя нажатиями. То есть прямо вот сюда я вставляю? Прямо сюда. Да, прямо сюда. И потом, а как ее выцветить, чтобы она была синий? Если вы на нее кликаете в два раза, у вас появляется менюшка. И там вы играете с контрастностью и яркостью. Вы контрастность. Ну, там вот через эти два бегунка вы все сделаете легко вообще. Хорошо. Все. Все. Я говорю, молодцы. Классно. Все. Я прокомментировал. Ну, смотрите, коллеги. Вот. Спасибо, Евгения, что вы первые, смелые и на самом деле очень не зря. Полезно же это было? Да, очень? Полезно. Два листа исписано. Работа есть. Работаем. Работаем. Да, очень хорошо. И плюс мы, ну, и поработали еще не только на защиту, но на то, как тут по гранту. Там тоже определенные вещи. Там обязательно свои средства покажите. Обязательно под конкретный грант. Делайте презентацию. Все вот это. И плюс к другим тоже, кто будет смотреть это видео, это полезно. Виктория, а, вопросы какие-то, дополнения тоже коллеги, да. Что тоже посоветуете улучшить? Виктория, вы руку поднимали. А, здравствуйте, еще раз. Да. Так, сейчас я выключу. Так, подожди. Ой. Да, ну. Попробуйте. До вас до фонита. Подальше телефон. Вот с компьютером. На компьютере нужно просто отключить звук. Что вот этот анализ-то, про который я про таблицу говорила. Ее надо? Какую напомнить? А, CGM. А, CGM? Да, да. Тут каждый решает. Основного надо. Вот этого достаточно. Я бы, если у Евгении есть, опять, вот смотрите, для защиты вам хватит там и трех, ну, я не знаю, семи, шести-семи слайдов. Но тут Евгений работает на себя. То есть, по-хорошему, если вот, я бы Евгений рекомендовал и вам Виктория, если есть время, нарисуйте в CGM, но, кстати, при этом даже можете как слайд его не показывать или в приложение кинуть. Вам просто будет самой понятно. У меня есть, Андрей, у меня есть слайд этот. Просто мне порекомендовали его убрать. Правильно. Правильно. Видите, он у нее есть. Я его сделала, он есть. Ну, если вы тогда по ходу в своем выступлении скажите, что я сделал в том числе в CGM, интересующимся, после могу в приложении показать. Это будет еще лучше. Его не обязательно показывать еще раз, но это, может быть, самая полезная штука, которую вы сами можете сделать из нашего, ну, одна из самых полезных сераторов. Цифры посчитать, сделать CGM, делать бизнес-модель. Вот. То есть, видите, Виктория, она сделала. И поэтому она так хорошо рассказывает, при этом слайда может и не быть, но она его сделала. И это чувствуется. Она понимает лучше это. Вот. Мы это видим. Вот. Ответили на вопрос? Ну, вот так. Коллеги, а что вот еще? Ольга, Светлана, Виктория, Мирослава. Что еще можно вот улучшить, на ваш взгляд, в том, что вы видели? Знаете, вот моя рекомендация еще по выступлению, я скажу, но я буду прям четвертым над этим будем работать. Нужно более, в общем, потренируйтесь. Еще раз. Я же вас сейчас не останавливал, но там у нас будет реклама. Опять же, первое всегда выгодно. Первое, я не останавливаю, это мой принцип. Второе, я уже чуть-чуть, а остальных я торможу очень жестко. Вот лично я, потому что, ну, вначале как бы надо, чтобы люди чуть-чуть разогнались, да? Ну, конечно, если там что-то сложное, я помогаю. Вот, первое всегда лучше, а остальных четко все по времени. Но вы тоже все равно потренируетесь по времени. Прямо это вот надо, да? Давайте, ну, будем на 5-7 минут рассчитывать. Ведь это зависит от количества… Ну, вот, сейчас мы там понимаем, сколько мы будем, там, с 10 условно до 3-х или до 4-х или там до 5-ти, да? Ну, все, вот разделим на… Как и что, да? Ну, вот, рассчитывайте, давайте, вот, 5 укладывайтесь, хорошо. Ну, 7, до 7 можно. Вот, вот ключевое. Дальше вот вопросы. По 10 минут будем на человека выделять с вопросами, поэтому выступление 5-7 минут. и потренируйтесь, и опять же, акцентами читайте, вот, примерно так. Вы видите, как вас… Вы молодцы. Умница. Ольга, хотели что-то сказать? Ольга Степанек, да, включили. Скажите, да. Здравствуйте всем. Нет, у меня зависает очень жутко интернет, там ремонт проходит, может, поэтому, не знаю, видео включаю, и у меня сразу звук исчезает. Понял. Вот, кто следующий? Ольга, есть у вас презентация? Я говорю, я сейчас из-за интернета, потому что я сейчас пробовала, даже если я выхожу и включаю свою презентацию, у меня сразу все не слышно, ничего. Ну, давайте попробуем, если будет включить. Вы видео не включаете, а презентацию включите. Давайте так, то есть интернет чуть-чуть… Такая презентация, то есть, совершенно недопиленная. Мы вам поможем же, тут не наша задача вас побить, а наоборот, помочь. Я понимаю, да. А как ее включать? Для меня этот вопрос просто ступор вводит. Нажать демонстрацию, первое, открыть у себя на компьютере, второе, нажать демонстрацию экрана и выбрать окошко, которое открыто. Два шага, все. Ну, вот я сейчас открываю ее у себя. Сначала вы ее сами увидели у себя, потом нажали зеленую кнопку внизу, в центре, вот она экрана. Зум. Так, 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 так. А она у меня открыта в Google. Без разницы. Никакого значения не имеет, где она открыта. Имеет значение только то, что вы нажимаете демонстрацию экрана и выбираете то окошко, где она открыта. Вот он напишет низкие ресурсы системы, снижать… Почему происходит так, я не знаю. Ну, тут уже ноут или интернет. Андрей, может быть, выслать презентацию тебе, чтобы ты открыл, и тогда она сможет комментировать, и ты можешь листать. Ольга, кидайте мне ее прямо сейчас в Telegram, там, я ее открою, да. Давайте там, Лариса, справа. Вот, и я ее открою, у меня хороший интернет, и все будет. Так, хорошо. Вот, тоже. Можете в чат остальные написать, у кого еще есть презентация, чтобы мы просто рассчитали время, примерно сколько выделяете. Ага, вот, отлично. Вот сейчас Виктория открыла. А Ольга мне тогда присылает. Хорошо. Здравствуйте, меня слышно, да? Да-да, слышно. Ну, вот, я через ноутбук зашла, потому что и первый раз через телефон не получилось. И телефон не записывал. Да, хочу показать. Давайте, давайте. В общем, мы на этой неделе начали делать примерно со вторника, да, Лариса, примерно на этой неделе начали делать только. Так. Вот. И, конечно, еще куча всего нужно доделать. Ну, вот, мы решили, что у нас все-таки будет не издача гостевых домов, а будет тур выходного дня, это пятница, суббота, воскресенье. Да. Да. С проживанием, то есть, будем предоставлять жилье. Вот. Тут запуск, у нас запуск тестовый только будет, будет только тестовый три месяца, июнь, июль, август, в следующем году. Я выключу видео, чтобы вас не смущать, а потом скажу. Вот. Видно, да? Да, Виктория, рассказывайте. Вот. Вот смарт-цель и ключевой показатель эффективности проекта. Запуск у нас планируется в 2023 году. Весь летний сезон получается июнь, июль, август. В тестовом режиме тур выходного дня по святым местам Тункинской долине три дня и две ночи с проживанием и питанием. Для пенсионеров, ведущих здоровый образ жизни и любящих тишину, увлекающихся скандинавской ходьбой и путешествиями. Ну, мы посчитали 12 недель, получается, за три месяца. Это получилось два домика по 8, ну, два домика по 4 человека, 8 человек. В общем, в один тур будет входить 8 человек. Итого 12 туров, получается, 76 туристов у меня будет в тестовом режиме пока. Вот. Основная у меня ключевая группа – это пенсионеры. Скандинавская ходьба, экскурсии, чайная церемония. Я могу сразу целевую аудиторию показать. Я сделала, получается, целевую аудиторию. Вот конкретного человека взяла. Ее зовут Алла, ей 57 лет, она пенсионер. Не замужем, у нее есть дочь и внук. В общем, она работающий пенсионер, любит путешествовать, и она мой потенциальный клиент, получается. Цели и ценности прожить жизнь достойно, путешествовать по возможности, помогать дочери, зарабатывать деньги на отдых. Вот сейчас, на данный момент, в связи с этой ситуацией, у нас увеличился поток, получается, туристов по России, и она пока не может позволить себе съездить за границу, допустим, за те же самые 10 тысяч рублей. То есть в ее, в общем, в ее цели входит отдых в Российской Федерации, а тем более у нас в Бурятии. То есть 10 тысяч рублей, это ей по карману, можно так сказать, что она может отдохнуть с годовым доходом 580 тысяч рублей, может отдохнуть у нас в Тункинском районе. Ну, бизнес-модель у меня, тур выходного дня туда входит. Так, посетители, там у нас гостевые дома идут сразу с ночевками, мангальные зоны, беседки, но это все входит в стоимость, чайные церемонии, мастер-классы резьбы по дереву, летний кинотеатр, вечерняя танцплощадка. Так, ну по бизнес-модели что могу сказать, мы пока с сестрой будем, партнер мой является сестра, я же буду являться таргетологом, то есть буду размещать сама рекламу плотники района. Мы пока, по крайней мере, мы этот тур вообще-то еще не согласовывали с местными плотниками, но это все планируется в 2023 году. И аренда автобуса, чтобы свозить людей по священным местам. Конечно, скажу, что проект сырой, потому что мы вчера переделали бизнес-план, потому что думали просто сдача гостевых домов и решили все-таки включить туда мини-тур. Вот, тур выходного дня, получается пятницу заезд, в воскресенье выезд. В наш тур выходного дня входит прогулка по священным местам, ну это скандинавская ходьба получается, мастер-классы. Наш тур выходного дня поможет ненадолго отвлечься от городской суеты, вас ждут пробуждающие бодрящие чайные церемонии, а также увлекательные путешествия по священным местам. Здесь можно ощутить удивительное слияние с природой и полное умиротворение. Мастер-классы резьбы по дереву, а также вы сможете вместе с нами приготовить национальный бурятский десерт Бовы. Вечером вас ждет кинотеатр на открытом воздухе и танцплощадка, где можно исполнить вальс под музыку духового оркестра. Но мы все это делали только под пенсионеров, получается. Целевая аудитория, получается, только пенсионеры, без молодых семей, без детей, без молодежи. Вот сейчас у нас на данный момент, только в начале этого года, только строящиеся дома. В следующем году они достроятся и укомплектуются. Сейчас у нас есть земельные участки, два благоустроенных гостевых дома. Нужны еще банный комплекс. То есть у меня в мыслях, конечно, в перспективе развития есть еще банный комплекс, где включена целевая аудитория, это мужчины предпенсионного, пенсионного возраста. Это уже в дальнейших перспективах у нас будет подключаться вторая целевая аудитория. Там будет сауна, бассейны, банные комплексы, чаны. В общем, чисто на хобби банщиков. То есть будем тоже тестировать. Если вот этот тур пройдет, потом мы будем еще тестировать, все строить. И в следующем году, в 2024 году, будем вторую целевую аудиторию тестировать. Инвестиции нужны еще на 2,8 миллионов рублей. Это мы банный комплекс. Это если будет банный комплекс, это будет в 2024 году. Но это только, знаете, мы же пока вообще, по сути, у нас нету ни клиентов. Вы рассказывайте, рассказывайте, не оправдывайте. Потом мы скажем. Вот экономическое обоснование. Это мы запартнерились летом с новосибирской фирмой, сибирские чаны, банные чаны. Они нам вкинули сразу экономическое обоснование. Вот если мы купим чан за 357 тысяч рублей, то мы можем его окупить уже за 4 месяца. Оно будет круглогодичное, потому что банным чаном можно пользоваться круглый год. И зимой, и летом. Вот. Ну, тут все учтено, конечно. И дрова, и реклама, и сотрудники, персонал. Затраты. Мы видим, видим. Рассказывайте. Ну, в летнем сезоне меньше людей пользуются банным чаном. Потому что это как баня. А в зимний сезон больше идет сеансов. Ну, дрова, это именно березовые дрова. У нас такая цена 1200 за куб. Персонал. У нас в деревне можно, получается, оплачивать 500 рублей. За то, чтобы человека, ну, в день, чтобы он мог растопить эту печку, получается, один раз 500 рублей. И получается, вот он в месяц будет зарабатывать 20 тысяч рублей, а в год 240 тысяч рублей. И средняя месячная прибыль у нас чистыми 84 тысячи рублей. Вот. А прибыль в год сразу миллион. Ну, то есть это очень перспективный, в общем, вид заработка. Но мы будем тестировать только в 2024 году. Вот. Ну, вот, вот сама сервисная модель тура выходного дня. У нас входит первый день заезд туристов, встреча их. У них будет заезд самостоятельный. То есть мы, потому что мы идем в основном с Иркутской стороны. С Иркутской стороны ехать до нас 200 километров. В основном все едут на личном автотранспорте. Получается, будет заезд к нам. Мы будем встречать их, размещать у себя в домиках. Они могут пройтись, если хотят, могут пройтись, оглядеться, выйти куда-нибудь к ужину. У нас будет по желанию, либо они захотят, чтобы был ужин за дополнительную плату, либо они могут сами сходить в кафе, либо мы можем предложить им доставку прямо в номер. То есть соседних партнеров в кафе, допустим. Меню у нас будет лежать, получается, соседнего кафе. А вечером мы хотим устроить им такую встречу, знакомство, чтобы они познакомились друг с другом. Допустим, у гостей приезжает одна компания 4 человека, вторая компания 4 человека. Все, они между собой общаются, у них есть возможность познакомиться, расширить свой кругозор. Мы узнавали, что пенсионеры очень любят вальс танцевать, в общем. Они очень любят вспомнить свои годы, любят так отдыхать. Мы будем включать им спокойную музыку, и они будут отдыхать. В общем, мини-вечер такой. В первый день, день знакомства, получается, с группой. Второй день мы им приносим завтрак, приносим чайную церемонию. В чайную церемонию входят местные целебные травы. Тоже будут партнеры, те, которые торгуют целебные травы. Мисаган-дали, медвежий хвост. Там очень много иван-чай, там очень много чаев. В общем, и тут же можно будет им предложить купить эти травы. Потом мы едем на автобусе на тропу здоровья, получается. Она будет проходить через священные места. То есть это мы будем тур тоже сами дорабатывать, смотреть. Потому что где-то в прошлом году там уже строили 3 километра, прямо вот возле Ниловки, Нилово пустынь. Туда ехать, там карту я еще не прилаживала, но там ехать все по прямой. То есть ехать недалеко. И там уже будем проводить мастер-класс. Я буду учиться на тренера по скандинавской ходьбе. И буду тут же их обучать, как пользоваться скандинавскими, ну, как пользоваться, в общем, палками этими. И как научиться с пользой провести время. То есть прогулки со скандинавской ходьбы. И в то же время можно священные места посмотреть, подышать свежим воздухом. Потом мы едем на обед. Там же будет рядом в кафе. И потом все. Могут купить какие-нибудь сувениры там пройтись. Они в дацанах. Могут фотографироваться свое время, где-то час-два. Потом мы едем обратно. Там также они выбирают ужин. И по желанию выбираем фильм и прямо под открытым небом устраиваем кинопоказ. В общем, это второй день. Третий день у нас будет опять завтрак, чайная церемония. И потом мы едем в соседнюю деревню, там ехать минут 30, к местному столеру, где он показывает резьбу. Возможно, мы будем придумывать мафы. То есть архитектурные формы, малые архитектурные формы. Но мы об этом подумаем еще. Плюс мы будем делать сувениры. Возможно, они собственными руками будут делать себе сувениры. И могут купить там же, приобрести и увезти себе домой. Чтобы этот запах дерева, запах кедра у них еще напоминал о поездке в Тункинскую долину еще весь год. Пока они дома сидят с фигурками. Так, и приготовление. Там же заезжаем к местной жительнице, которая будет показывать, как приготовляются эти бовы. Они могут сами присоединиться, сами приготовить все это, пожарить, чай попить. И уже как бы мы на пути домой. Они собирают вещи, и они сами выезжают как бы вечером. Вот. Ну, тут дорожные карты. Это план моей реализации. В декабре мы будем получать документацию, сертификацию, узнавать, как это все. Я хочу звезды получить, в общем. Это мы будем все узнавать, ходить. Потом мы будем организацию финансировать в феврале. Мы будем брать кредит на приобретение автобуса, либо палок, ну, палки, какие-то материальные, в общем, принадлежности. Нам нужно будет все равно организовать, откуда взять деньги, в общем. Либо мы кредит берем, либо собственные средства, либо помощь какая-нибудь будет. Так, в апреле я уже начинаю запуск рекламы. Это все мы работаем плотненько. И есть в моем бизнесе есть такая услуга, когда ты, как ИП, можешь воспользоваться услугами СММ-специалиста. То есть это уже тоже есть такое. То есть можно воспользоваться услугами через мой бизнес. Так, в мае мы даем и тестируем продукт свой. Июль-август мы организовываем, ездим. И уже в сентябре мы подводим все итоги, оценка, что надо добавить, что не надо, что убрать. Чтобы как-то все рассчитать, возможно, может еще как-то улучшить свой тур. Вот, учесть все предпочтения наших клиентов. Вот, в октябре мы приобретаем дополнительное оборудование, строим там банный комплекс, участки, дома строим и тому прочее. И в конце года мы все-таки начинаем привлекать нового партнера для организации туров. То есть мы хотим заняться расширением, если будет все хорошо. Ну вот и все. А вот крайнюю я не успела сделать. Тут, получается, моя фотография должна быть, фотографии сестры, пока моего партнера. Все. Хорошо. Спасибо за внимание. Еще ничего не надо делать. Давайте я сейчас тогда прокомментирую на первый слайд. Также пойдем. Ну, давайте по форме. Хорошо, вот первый слайд вы показали. Но по форме не уходите в сторону. Идете по презентации, идите. Вы начали немножко отклоняться. Вот этот момент, но потом видео посмотрите, сами увидите. Да, вот я вот. Значит, хорошо. Так, ну тоже хэштеги сделали. Свой. Единственное, подумайте, насколько он удобно писать. Вот у Евгении тоже хэштеги были, но они такие более читаемые. Здесь я даже не знаю, как его прочитать. Да, это мы проработаем. Вы просто уже группу создали, и пока почему-то на английском у нас все написано. В общем, я, да, люди не смогут писать, в общем, дело. Он должен быть такой вот. Кстати, в шаблоне, видите, вы взяли предыдущий шаблон, где ошибка была, вот там обрывается фраза. На сельских. И вот это просто там допишите, да. Вот. Дальше. Давайте следующий слайд тогда. Смарт-цель. Ну, хорошо, да. Опять же, меньше слов. Я помню это даже тогда, когда я там был, сам его фотографировал. Красиво. Вот. Тункинская долина. Но вот здесь что нужно? Меньше слов. Просто смарт-цель, что мы все лето будем тестировать продукт, да. Все, планируем 12 туров по 8 человек и все. А что, может, как смарт как раз и запуск летний сезон 23-го года, тестовое режиме, тура дня, последний сезон. Оставьте, оставьте. Да, тут действительно как смарт нормально. Потому что если это действительно как смарт-цель, то, словно, да, они все контактизируют. Беру назад, да. Ну, то есть здесь просто показатели уточните. Идем дальше. Вы тоже с Ларисой, да? Да, да, да. Вообще, повезло нам. У нас ключевая группа пенсионера пока идут. Я понял. Ну, тут ничего не скажу, да, может, вот и вы, вы приходите, аватар, это женщина, но все четко, да. Ага. А, знаете, что мне не хватает? Здесь, может быть, я по этому словам говорить, просто текстово, откуда они? А, ну, вообще, честно, ключевая у нас аудитория Иркутской области, потому что они... Ну, вот, видите, да, может быть, здесь не смыслы, но они будут круглые все-таки, потому что они... Что-то звук потянули. Писать, да? Хорошо. Ну, вот, да, мне кажется, что наша задача типичного клиента показать. Здесь, давайте еще раз посмотрим на нее. Ну, да, все, с точки ценности, да, ну, вот, годовой доход, образование. Ну, да, то есть, вот, ваш типичный клиент, он не из Владивостока, согласен? Угу, да. Так, дальше. Победность модели, ну, то же самое, понимая, что вы с Ларисой делали так же, здесь просто... Чуть-чуть, простите, лишние слова будете, да? Да, у вас продукт, продукт, да, все четко, там, тур выходного дня в посвятых местах. Да, пенсионер... Не, ну, в принципе, тут даже особо ничего не выкинешь. Да, тут, в общем-то, все максимально конкретно. Ну, подумайте, вот, все-таки, чуть-чуть можно слова какие-то избыточные, которые поднимаются сократить, да? Да, все очень вообще по делу здесь, да, действительно. Да, окей, идем дальше. Турпродукт. Ну, вот как мы у Евгения тоже, смотрите, а у вас дальше и конкретизируется уже в финансах этот продукт? А, нет, просто вот здесь вот где-то, сейчас скажу, где-то вот здесь у меня, вот, нет. Вот здесь я еще основные финансовые показатели, еще не до конца, потому что мы не просчитали пока, да, только вот на сколько дней и сколько с человека будет тур. Это нужно еще немножечко доделать завтра, до завтрашнего дня, до понедельника мы доделаем. Хорошо. А дайте еще бизнес-модель, оттуда же мы сейчас возьмем кое-что еще, смотрите. Вот видите, у вас, да, тур выходного дня по святым местам и банный комплекс перспектива. И вы вот плюс вот это тоже можете туда добавить, потому что держится, это вот тот же продукт, да, для них. А ценностное предложение в данном случае для вас это, ну, место недалеко от Иркутска, куда недорого можно пообщаться со знакомыми пенсионерами, там, поправить здоровье. Ну, ценностное предложение. Угу, хорошо. А вот скопируйте туда вот этот тур выходного дня и банный комплекс. Давайте вернемся на шестой, следующий, на следующий, точнее, пойдем. У вас. Вот. Да, да, да. Здесь можно просто как тезисами перечислить вот то из бизнес-моделя, два кухня, чайная церемония, фенгенадская ходьба, вот эти буквы, вот это все, тонс-площадка. Вы, и вы, да, вот фотки очень хорошо иллюстрирует, согласен. Угу. Вот примерно так и предложениями, а тезисами, кинотеатр под открытым небом. Ну, вот как тезис, у вас четко будет понятно, с чего это складывается. Угу. Вот. Так. Начало 22-го было-будет. Ну, да, нам понятно, да, что вы стройкой сейчас занимаетесь. Окей. Ну, тут, да, я услышал, что вы пока это дополняете. Угу. Да, понял. Тоже в работе. Вот здесь смотрите, на 10-й вернитесь, тут я прям не знаю, сколько всего прям посчитали, но какой-то нужен акцент. По сути, вот, поход, прибыль, год. В данном случае на какой год? На 2024-й. На 2024-й, обозначить. Можно в таблице, да, просто указать можно? Ну, просто, алло, ой, я случайно вас… Звук, по-моему, я случайно выключил. Включите. Смотрите, здесь, ну, так и напишите в заголовке, что это экономическое обоснование банного комплекса на 2024-й год. Ну, или там где-то обозначить этот год. Хорошо? Хорошо. Дальше. Тогда, ну, здесь вот у вас пульт клиента, да, хорошо, я бы здесь немножко просто визуально поработать, да, вместо, ну, день один, день два, день три, там чуть помельче, а туда какие-то фоточки поставить. Ну, как-то вот чуть-чуть это, а то опять же очень топорно, по-школьному смотрится вот этот слайд. Просто его разукрасить, например, так все очень четко и понятно, вы хорошо рассказываете, да, ну, тут картинки какие-то или там вот как-то так, да. Тут все, все опять же по содержанию, отлично, молодцы. Следующий, да, дорожная карта. Да, все нормально, ну, и это вот доработает, я понимаю. Сюда же поставьте, вот, в принципе, вот эти два слайда можете объединить, да, туда ваш контакт, там, и все вот это, да. Мне кажется, что так. Вот. Ну, все, молодцы. Да, коллеги, что-то еще сами вы добавите, прокомментируете как зрители. Да, у меня есть вопрос, я не совсем поняла. Десять тысяч рублей с человека три дня и две ночи или в день? Нет, это весь тур, туда все входит, проживание, зав, с завтраками, плюс туры по скандинавской ходьбе, ну, я буду сама, как тренер, буду говорить, сама закуплю эти палки. То есть, нет тура, то есть, там тур выходного дня идет в целом, там же в пятницу заезд, в воскресенье выезд, десять тысяч рублей с человека, то есть, если будет четыре человека в группе, сорок тысяч рублей, тур, там туда входит проживание и завтраки. То есть, десять тысяч с одного человека за три дня, все правильно? Да, и вместе с проживанием, да, благоустроенных, комфортабельных, светооборудованных, там будут поручни, да, вот это все и так далее. За десять тысяч рублей я должна три дня дать им проживание, кормить их три дня полным функционом, да, и это десять тысяч рублей. У Евгения ведь экономика не сходится, мне тоже дешево, но тут опять же, смотрите, я прокомментирую, вы если уверены в этом, то это вам в плюс, потому что, ну, тут нужно проверить, потому что... Давайте я прокомментирую. Давай, давай, давай. Ну, во-первых, там питание только завтрак предусмотрен пока, во-вторых, мы еще экономику не сводили, вот сейчас, когда мы садим ее окончательно, может быть, цена натура немножко скорректируется, я думаю. Спасибо большое. Потому что кормить людей, это не так дешево, там как бы футкот очень большой, и три дня кормить за 200 тысяч, это, ну, не заработаешь ничего. Спасибо за замечание, да, но мы, да, все просчитаем, мы не просчитывали, мы примерно взяли полторы тысячи человека в день за жилье, там полторы с человека будет идти, получается, четыре человека, мы уже взяли шесть тысяч рублей, получается. Вот, что-то звук пропадает, ну, посмотрите еще раз, еще какие-то вопросы, комментарии, коллеги. У меня вопрос есть. Да, Ольга. А как вы будете набирать своих клиентов, гостей? Так, мы будем пускать таргетированную рекламу именно на город Иркутск, Иркутскую область, таргетированная реклама, плюс, возможно, у нас 200 километров, возможно, туда приехать и с теми местными туроператорами переговорить, либо плюс наружная реклама, баннеры, то есть у нас будет мощная реклама, а дальше уже будет сарафанное радио. Следующий вопрос. Заложено будет отдельные ресурсы на рекламу, на работу с туроператорами, а не просто агентские 10%. Да, это будет после тестового режима, но мы с апреля месяца начнем эту рекламу, апрель, май, вот за два месяца мы наберем определенное количество. Там не так много надо, там надо в тур выходного дня в неделю 8 человек надо, то есть этих 8 человек, я думаю, не так будет сложно найти. Ну, потому что у меня опыт есть, таргетированная реклама, я работала на московскую компанию там и хорошо работала, то есть мы знаем, где их искать, эту целевую аудиторию. Я к чему вопрос задала, по поводу тоже ценообразования, экономики, согласна. А, ну это мы еще не просчитали, честно, мы еще не просчитывали, только полторы тысячи в сутки за проживание, все, дальше мы ничего не считали. Какая средняя пенсия у людей в России, у пенсионеров? У работающих пенсионеров, кроме пенсии, там 15-20 тысяч, ну не знаю, у моего дедушки очень большая пенсия, несмотря на кем ты работаешь. Те, которые люди будут приезжать, пенсионеры, они нацелены на путешествия, значит, у них есть дополнительный заработок, у них есть цель путешествовать, и они могут накопить на путешествия по России. У меня определенная, да, определенная у меня аудитория, они все пенсионеры. У нас есть в России работающих пенсионеров. Ну, это нужно... Как бы возникает вопрос? Посмотреть. Ну, тут... Ну, я проживала в Туркинском районе, я видела, что люди, да, с семьями, и люди сами на своих машинах приезжают, они каждый год приезжают, то есть те, кому надо, те будут отдыхать. Вот и все. Хорошо, Валя, спасибо. Спасибо тоже. Вот, ну, посмотрите, вот, кстати, комментарии от Мирослава, что пенсионеры любят дожигать по дискотеку в 80-х, и не только вальс-пансователям. Они с Вериной. Вот, так, ну, тогда, тогда давайте я... А можно мне еще один вопрос? А если дождь, что делать с дискотекой, и что делать с просмотром кино под открытым небом? Да, ну, мы решили никак не делать, так сказать, что в связи с этим, что дождик, в связи с тем-то, с тем-то, мы можем... И, как сказать, да, исключить. А что они будут делать в это время? Ну, мы можем шары, шагы на дон сделать, у нас будут там тоже в Толтое, допустим, там тоже есть. У нас очень есть много партнеров, видите, мы будем это все дорабатывать, потому что это мы на скорую руку приготовили, потому что это было в моих мыслях. Прежде чем делать тур-продукт, прежде чем его тестировать, нужно съездить в район, поговорить со всеми местными людьми. Там есть юрты, там есть мораловые фермы, там много чего есть вообще в Тункинском районе, очень богатый курортный район, и есть чем заняться. Там очень много предпринимателей. То есть мы будем основательно к этому готовиться на форс-мажорные обстоятельства. Перестраховываться. Вот, спасибо вам большое за вопросы. Да, спасибо. Так, хорошо, тогда я сейчас, Ольга, вашу презентацию открываю, да, готовы? Хорошо, хорошо. Так, сейчас открою. Да, ну, вы рассказывайте, говорите, следующий слайд я буду перейдывать, хорошо? Видно? Хорошо. Хорошо, сразу скажу, что у нас еще не оформлено, то есть это все в процессе мы делаем тоже, в последнее время, как обычно все. Кто у вас трекер? Наставник, кто у вас? Сергей Долгов. Сергей Долгов, все понял, хорошо. Так, получается, мы хотим создать туристический центр Жаргалма, территорию счастья. Вот как раз на фотографии видите, это скульптура местного скульптора Петра Гармаева, называется она «Счастье», и это, можно сказать, наш символ, так скажем. То есть отсюда все пошло, и название, собственно, придумано от бурятского Жаргалма, Жаргал, да, счастье. И решили переделать его как жаргалма, поскольку это девочка. То есть мы в Баргузинской долине берем, то есть сейчас у нас в процессе оформления земля, там два участка, 20 гектаров и 5 гектаров. И на этой земле мы хотим построить ретритный центр, ресторан, потом заимку, ну, для тех людей, то есть комфортабельную заимку, так скажем, для тех людей, которые хотят приехать просто отдохнуть, то есть вне ретрита. И кемпинг, вот, ретритный центр, хотим все-таки сделать это круглогодичное, значит, круглогодичный центр в виде благоустроенных юрт, то есть юрты, деревянных юрт, не капитального строения. Вот, ну, собственно, сейчас то, что я вот рассказала. Так, то есть наша, так, вот там следующий, у нас как бы тут все вот эти вот сейчас картинки, они, наверное, а, тут на турпоток, да, тренды. Значит, тренды, тренды. Ну, вообще, то есть ретритный центр, это для тех людей, которые вот как раз выезжают на ретриты, то есть это центр не под конкретно какого-то тренера, а для разных тренеров, то есть это там с телесными практиками, с духовными практиками, с йогой и так далее. Поскольку я работаю в туристической сфере, как туроператор, то есть у нас на самом деле очень много запросов таких, и нету мест для размещения таких групп. Вот. Вы говорите, когда какие слайды-то, хорошо? Ага, так. Сейчас скажу. Так, ну ладно, давайте по порядку, да? По нашему непорядку. То есть у нас команда, это Ольга Лебедько, это бывший турист, который приехал два года назад в Кыргузинскую долину и влюбилась, и теперь она, в общем, соучредитель этой компании, сооснователь придумала сейчас название Жаргалма, и готова переехать из Москвы, да, на минуточку, в Бурятию. Она маркетолог, также у нее там были какие-то создания стартапов, бизнесов, и сейчас она уже получила диплом по специальности арт-терапевт, и непосредственно уже проводила у нас в Кыргузинской долине арт-терапию для детей. Ольга Степанюк, соучредитель, также являюсь основателем проекта «Сакральная Бурятия», туроператора. Я сама местная из Кыргузинской долины, то есть знаю все, можно сказать, большую часть местных жителей. И, ну и все, собственно. Вот. Айна Бертунова, это у нас партнер, она отельер, работала на Алтае в Шале, Гринвич, очень много лет. Сейчас она проживает в Олан-Удэ и занимается психологией, работает в психологии. Дальше. А меня слышно, да? Да, слышно, слышно. Все хорошо. Дальше вот так вот. Целевая аудитория не заполнена, но я расскажу все же про целевую аудиторию. То есть целевая аудитория – это у нас прежде всего те люди, которые посещают ретриты. Ну, мы подумали о том, что это, скорее всего, женщины 3 плюс 30, там, 50, которые ездят на различные лидеры, в том числе на Алтай и вообще, в принципе, везде, которые устали, ну, в общем, которые стремятся к осознанности, к осознанности развивать себя. Ну, и, собственно, которые, тем более в таких условиях, которые сейчас происходят, да, вот, ну, которым интересны вот эти как раз ретритные программы. И целевая аудитория также у нас является тренера этих ретритов, которые, собственно, ищут, которым нужны места размещения для проведения ретритов. Вот. Дальше. Листать дальше? Да. Так. Ну, да. Следующие ценности. Я пока не могу сказать. Проект на карте – это вот у нас, собственно, Бергузинская долина на первом слайде, на втором она увеличена. А вот на третьем слайде – это два участка, они находятся на берегу реки Бергузин, 1,5 гектар и 22 гектара. Находится место как раз таки тех, как сказать, на берегу реки, то есть видовость места на Бергузинский хребет. И в окружении нашего местоположения будущего реки Бергузинского центра много мест сил. Это Барханула, Священная гора, также место Судурганца-Доламы – это великий йогин, который, собственно, о котором написано также и в Тибете записаны, в Непале, по-моему. Ну, в Непале, да. Перерожденец, в общем. Вот. И, собственно, там недалеко, а также находится то место, в которое он ушел в нирвану, кричит свое тело в радугу, и также знаменитые… Сейчас… Как же оно? Глотая аргада, то есть это песчаные такие дюны. Они очень часто посещают их туристы. Вот. Можно дальше? Да, сейчас. Так, дальше, да. Так, ну вот сильные стороны видовости и географическое расположение участка, удобная локация для радиальных выездов к природным и культовым местам долины, про которые я там немножко рассказала, то есть там также рядом Генжима находится, собственно, у нас есть там погружение в бурятскую культуру в Хилгане, Хукшол – это холодные лечебные источники, вот. Пешая доступность ряда сакральных мест, то есть пешком можно дойти на некоторых местах. Большая площадь, да, два граничивших по дороге участка, отсутствие радиус 50 километров аналогичных мест размещения, то есть ретритных центров. Ну, я бы даже сказала, что даже и больше, мы почему взяли 50 километров, потому что за 50 километров в Курунканском районе находится ретритный центр, но он очень такого аскетичного формата, то есть мы планируем строить все благоустройство, причем натуральное, как бы экологически, но современное оборудование, ну, там, с панарарными окнами и так далее. Вот, возможности, ну, сложившаяся геопартическая ситуация, да, диктует развитие туризма. Высокий спрос на ретритные программы, которые мы намерены создавать, то есть ты ищешь новую локацию для комфортного отдыха внутри страны, запрос на высокий уровень сервиса, возможность зонировать участок, чтобы организовывать сам ретритный центр и кемпинги и домики для размещения индивидуальных туристов, и развитие индивид модели с местными жителями, поставки рабочие места, то есть местное, собственно, ну, то, кто производит, то есть местная мясомолочка, сувенирка, опять же, да, работа с местными ремесленниками и тому подобное. Вот, ну, угрозы, угрозы, это геополитическая, значит, обстановка, не принятие со стороны местного населения, ну, мы как бы ее написали, но, в принципе, это как бы не такая угроза, потому что с местным населением контакт есть. И невозможно привлечь нужный размер инвестиций для реализации проекта. Слабые стороны, конечно, здесь есть отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, необходимость подвода электричества 2 километра и также скважины, ну, и удаленность этой колонии 370 километров. И также, да, вот по поводу участка сельхозных значений, ну, а местные администрации Крунканского района нам говорят, что помогут. Сиджем про клиента я, наверное, не буду. Оль, Даги, надо так подробнее, слот тоже так, ну, совсем не нужно, да? Да, да, да. Скажите нам по бизнес-модели. Вот, по бизнес-модели. Ключевые партнеры, ну, мы ключевые партнеры включили вообще всех партнеров, которые нам пришли в голову, то есть это, ну, естественно, тренера, собственно, которые будут к нам привозить свои группы. Это агрегаторы различные, ну, типа Tripster, TripAdvisor, Tourister, .ru, Traveline и так далее. Дальше это мой бизнес, потому что непосредственно гарантийный фонд, да? Потом организаторы ретритов, Министерство туризма Бурятии по мерам поддержки, также какие-то, ну, пока я не придумала в голове, как они должны называться, в смысле те люди, которые обезопасят нас, да, юристы, там, чтобы было все нормально там с регистрацией, с лицензированием, там, ну, юридические партнеры, так скажем. Потом точки показа в Баргузинской долине, то есть все точки показа, которые у нас имеющиеся, там, музеи различные, там, погружение, там, санатории и так далее. Забайкальский национальный парк, поскольку непосредственно в рамках мы будем работать с ними. Потом гиды, гиды местных, экскурсоводы. Транспортные компании, поскольку у нас нет своего парка, соответственно, мы будем работать с ними. Советы по туризму Курумканского и Баргузинского района, российская гостиничная ассоциация, мы планируем туда зайти, ну, когда все это сделаем, вот, ассоциация глэмпингов, ну, и поставщики местных, локальных, так сказать, фермерских хозяйств. Также, как партнеры, это Курумканский и Баргузинский пацаны, ну, то есть буддийская санка, можно так сказать, поскольку, ну, паломничные структуры, сотрудничество с ними, возможно, так. Вот, ключевые виды деятельности, ну, это по акведам, да, то есть предоставление мест для временного проживания, также событийные мероприятия, проведение программ различных, продажа еды, то есть, ну, это ресторан, опять же, да, организация питания, да, продажа сувенир, сувенирки, разработка турпродуктов, социальные мероприятия, то есть это в межсезонье мы планируем занятия, поскольку в межсезонье это такой риски, мы планируем идти по различным социальным проектам, работая с местными жителями в Баргузинской долине и Бурятии, привозить для различных мероприятий, ну, как сказать, можно сказать, что такая история, как ресурсный центр в том числе, то есть по обучениям, например, тех же местных жителей, которые хотят развивать активную, да, обучение написания грантов там, мотивации и там подобное, работа с детьми, опять же, по арт-терапии и различными мероприятиями, то есть участвовать в грантах и, ну, как бы за счет грантов заполнять, может быть, так, чтобы это было, ну, такая социальная история. Так, 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 ну, арт-терапия, наверное, ну, экскурсионное обслуживание, ну, и все, в принципе, да, про ключевые виды деятельности. Рассказала, так, ключевые ресурсы. Ключевые ресурсы, команда проекта, видовость локации, удобное расположение к природным локациям, памятникам природы, там, архитектурой и так далее. Религиозная комьюнити, комьюнити с практикующей бурятией, то есть у нас есть в Улан-Удэ практики, ну, которые занимаются ретритами в том числе. Также работа с туроператорами, туроператорами России, в том числе меры поддержки. Вхождение в ТОР, также корпорация туризм РФ, территория РФ, агентство путешествий. Ну, опять же, ключевые ресурсы – это мой бизнес, гарантийный фонд, региональные авиакомпании, инвестиции, собственные инвестиции и привлеченных инвесторов, и база потенциальных клиентов-ресурсов именно непосредственно нашей Сакральной Бурятии, ну, а также персоналы-сотрудники. Так, ценностные предложения, то есть это именно территория для ретритов, удаленная, так сказать, от города. Так, 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 каналы сбыта, каналы сбыта, опять же, региональные авиакомпании, сайты, агрегаторы, мессенджеры, там, Телеграмы, Инстаграмы запрещенные, вот, тревел-блогеры, форумы для путешественников и туристов, турагенты и комьюнити практиков, а также Google, Яндекс. Так, взаимоотношения с клиентами. Так, я пока не готова ответить на этот вопрос. И у меня вот по структуре издержек, у меня как бы, ну, еще не доработано, не доработано, собственно. Ну, ценностные предложения, они прописаны, не сформулированы, четкие предложения, так скажем. Вот, потоки поступления доходов, меры поддержки, инвесторы, собственные инвестиции, гранты. Это, если я правильно понимаю, именно на реализацию проекта. Вот. Структуры издержек, это затраты, которые, когда мы будем работать, да, структуры издержек. Ну, в общем, ладно, мне поэтому еще вопрос. Так, дальше, дальше. А меня слышно, нет? Лично, слышно, но вы сейчас очень долго, можете более коротко резюмировать в течение минут, а мы уже расскажем, что нужно дорабатывать. Хорошо? Хорошо, хорошо. Так, ну, все, как вы, дальше что-то. А, ну, вот, мир поддержки, непосредственно, которые в ближайшее время, это, результаты визита девелопера не обязательно, а мир поддержки, это вот на кемпинге, которое мы собираемся, ну, с чего, собственно, начать строительство. Хорошо, давайте разбираться. Ну, сейчас я включу видео. Что, что вы сами, вот, там же много чего не заполнено, что вам нужно доделать? Поговорите сами, ключевые моменты. Так, ну, вот, по структуру издержек, по бизнес-модели Пастер Вальдова, ну, и по поводу расчетов, то есть мы еще рассчитываем. Ну, как бы, в принципе, мы это все понимаем. Ну, да-да-да, но опять же, Сергей молодец, я вижу вот эту схему на втором слайде, знаком с ним, вот его почерк, вот все узнается. Просто вы с ним, давайте, я писал наставникам, мы можем еще дополнительные встречи провести, если это необходимо. В общем, вы можете, ну, в общем, тут все очень четко, но с Сергеем вы четко все сделаете. Да-да-да, в принципе, да, у нас еще с ним завтра встреча, поэтому, как бы, у нас нормально, просто мы, так сказать, не совсем подготовлены. Покажите ему видео, ваша защита, ну, в смысле, я сейчас выгружу, и вы ему его отошлите, ссылочку, хорошо? А он, так, еще раз, что отошли? Я, вот мы закончим, когда, там, днем, в смысле, по нашему днем, вот, я конвертирую, кину вам ссылку на видеофайл, вы себя найдите, и по тайм-коду отошлите ему ссылку. Ага, хорошо. Тайм-код на ютубе возьмете, ну, с какого места вы выступаете. Ага. Она все видела своих, соответственно, да, чтобы Сергей тоже увидел. Остальное все то же самое, что другим говорил. Ага. Номера там слайдов, я не буду повторяться, да? Да-да-да, это понятно. Вот это да, и да, еще вот что. Перед технический момент, перед выступлением, на четвертый, вы ее сконвертируете в ППТ-шку и пришли, ну, возьмите с собой, да? Да вы сейчас с Сергеем работаете, потом-то мы там, я не знаю, я не был там в мой бизнес, то есть, ну, лучше иметь на флешке, понимаете? А, да, конечно, это да, это понятно. Остальное все, спасибо, вот, молодцы. Я вижу, что, опять же, CJM подробно начали делать, ну, заполните бизнес-модель, по сути, на CJM на бизнес-модели можно рассказать все. Там есть про аудиторию, про центр предложения, про продвижение, про доходы-расходы, ну, про все. Вот два слайда, которые все можно рассказать. Ага. Все. Да. И видео, опять же, тоже обязательно посмотрите, как в предыдущем. Вот, спасибо, спасибо, Ольга. Вам спасибо. Так, хорошо. Кто еще? У нас остается, на самом деле, полчаса, но я специально не останавливаю, чтобы, ну, действительно, не так много людей пришло с другими. Другое время договорились. Кто еще готов? Расскажите. Аграфена, кто у нас? Мирослава. Из тех, кто еще не выступал. Кто? Пожалуйста. А, Алина. Алена пришла, да, Алена, пожалуйста. Мирослав, вы давайте включайте презентацию. Нет, нет, нет. Добрый день. Я еще делаю проект. У меня просто сложная ситуация с дочерью. И завтра я с наставником встречаюсь, мы его доделаем. И я с вами личную встречу хочу 3 октября провести, показать. Ловите меня, хорошо. А кто у вас наставник? У меня замминистра культуры Калмыкии Алла. Хорошо, понял. Бум-бум-бум. Да, ну и со мной тогда спишемся завтра, там, после обеда я посплю и, соответственно, с вами готов буду встречаться. Хорошо. Спасибо. А графена, Алена, давайте включайте презентацию. Звук, 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 звук. Как я ее включу-то, елки положу. Руками, руками. Она у меня отдельно тут. Так. Вы можете мне прислать, тогда я буду листать. Ну-ка, подготовьтесь. А куда прислать? Поземней. Поземней. Так. Сейчас. Буду думать. Вот. Так. Так. Ну, пришлите. Мы с вами переписывались в Телеграме, например, переписывались не раз. Я теряюсь, что сказать надо просто не знаю. Мне сейчас, да, написала Арион, будет у нас мастер-класс. Скоро, вот через, ну да, уже 25 минут. Ну, 20, 20, там, да. Плюс-минус. Вот. Может быть, я сейчас все-таки позову Елену Сальбон. Не знаю, почему она не подключилась. Она тоже должна была быть. А сейчас тогда... Просто ее комментарии мы как два, в общем-то, ведущих, организаторов. Мы возьмем с ее стороны. Она лучше знает вас, как проекты. Я лучше понимаю, ну, больший опыт у меня с точки времени там туризма по России в целом, да, и по маркетингу. Она более 20 лет этим занимается. И вот Елена, соответственно, осознает местную специфику. Но, слава богу, что и нету. Может быть, она тогда посмотрит это видео, да, свои комментарии. Сейчас я еще раз напишу. Мы специально тегнули ее. Возможно, она не может. Графен скинули? Я пока мне ничего не пришло. Аграфен, включитесь. Ну, можете просто тогда рассказать. То есть презентация, она имеет несколько значений в русском языке. Это PowerPoint, это некое выступление перед массовой аудиторией. То же самое, если вы сейчас включите видео, расскажете, если у вас в технике не лады, не получается, да, то расскажите тогда. Сейчас. Давайте вот так. Ну, вот так, да? Видно? Видно, да? Давайте, да, расскажите. Ну, вот, мой проект. Ага. Ну, начиная я с тура. Паргуджин тур – это тура для монгольских народов на край земли. Кто ваш наставник? Паргуджин тур. Кто ваш наставник? А, Хамаганова, Дор Матвеевна. А у вас есть хоть одно видео? Я ни одного видео не видел в вашей работе. Там сказали, два видео точно есть, и мы три видео делали. Просите, пожалуйста, чтобы она видео мне послала, хорошо? Угу. Так, ну да, рассказывайте тогда. Ну, вот, тур, Баргуджин тур – это трехдневный тур, выезд с Улан-Удэ, 500 километров до самого севера Баргудзинской долины. Первый день выезд из Улан-Удэ, ну, обзорные по Улан-Удэ, по Байкалу, при Байкале проезжаем до богини Яжимы, там останавливаемся, тоже обзорная экскурсия. Потом в село Хилгана заезжаем на ночевую, там быт, ну, именно местного населения, традиций, обычай, местного населения, бурятского населения, да. На второй день выезжаем с Хилганы, ступа, ну, по религиозным местам, ступа Соделамы, Баракханские, ну, тоже места поклонения там, Курумканского района. Ну, и дальше едем на горячие источники Кучигир, Улан-Удэ, 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 Улан-Удэ. Там обряд, кухню и, ну, концерт, как бы, да, показывает Дом культуры. И дальше едем, ну, и ярмарка местного населения, дальше едем на Умхэйский источник, горячий источник смотрим. Третий день Умхэя, с Умхэя выезжаем, и Аллинский, Аллинский тоже курорт, турбаза там, самые красивые места, вот такой вот долины Баргузинской, ущелья, водопады смотрим. Ну, и через Усть-Баргузин возвращаемся в Улан-Удэ, это тысяча километров, пятьсот туда, пятьсот обратно за три дня. Ну, в общем, вот этот маршрут я разрабатываю для населения, для более взрослого населения, которое интересуется природой, живописной природой, да, своим здоровьем, как можно здоровье улучшить и с культурой знакомиться, с культурой населения, местного населения. Ну, и там, ну, и что, что там, в таких местах очень хорошо для здоровья, для поднятия жизненного тонуса, для оздоровления и лечения очень много людей приезжает. Рассказывайте дальше, дальше, по следующим слайдам. Места дарят семейные благополучия после стресса. Это у вас другой слайд уже про ценностные предложения. Про бизнес-модель не забывайте перелистывать, пожалуйста. Так, бизнес-модель. Ну, партнеры мои, центр мой бизнес, главы поселения Оленханская, ну, Алинская, там глава района, дом культуры, эвенкийские центры, которые там работают, дом отдыха, дома отдыха, курорты Умхей и Пы, ну, и источники тоже, турбазы, ключевые процессы, значит, это организация, подготовка ярмарки, работа с населением, оповещение туристов, сотрудничество с Домом культуры Оленкинским центром, подготовка тура, реклама, поиск, набор клиентов. Ключевые ресурсы, материальные, это дом культуры, спортплощадка перед ДК, ну, и трудовые, пенсионеры, домохозяйки, ремесленники, школьники будут помогать. Ну, вот, финансовые, ну, то, что с туристов, оплата туристов, да, в основном вот эти вложения будут электронные, ну, соцсети, вайбер-группы, доски, объявления, объявления вешаем. Ценность продукта – это событийные мероприятия, которые объединяют местных жителей, предприятий, культуры и досуга, и предпринимателей для обслуживания и привлечения туристов и отдыхающих на местных курортах для показа местной культуры, природы, бытой кухни, которые поможут местному населению монетизации своих продуктов и услуг. Клиент – это мой турист-курортник, который проживает в Кочегерии, Мухее, возраст 45+. Графин, не читайте, вы это уже рассказали, идите дальше. Если нужно читать ни в коем случае, очень плохое впечатление, когда не умели читать, еще раз повторяйтесь, то это для того, чтобы вам было удобно, да, и тем более, что… Поэтому расскажите другие слайды, пожалуйста. Ну, то, что будет делаться в ближайшее время, это взаимодействие, первое, что мне надо начать делать, для приезжих, туристов и отдыхающих были… Звук пропал. Евгений, у вас тоже пропал, да? Да, пропал и звук, и видео пропал. Ну, хорошо. Агрофин, попробуйте переподключиться, как-то что-то сделать. Лучше бы, если вы, конечно, прислали презентацию мне в Telegram. Ну, это можно и с телефона сделать, и с компьютера, и у нас, тем более, на компьютер. Вот. Так, дождем. А, ну вот ее вышибло, сейчас она, наверное, заново зайдет. Да. Мирослав, а вы тогда, когда будете, ну, нам презентовать? Мы с вами встретимся, да, еще раз? Да, я с вами хочу встретиться и показать. Завтра у меня он будет готов, пока он в черновом варианте. Но мы его завтра дорабатываем с Аллой, и после этого я покажу вам. С Аллой, да, мы сегодня тоже созваниваемся, общаемся. Прошу, пожалуйста. А как у вас? Ну, да, кидайте мне в Telegram, и тогда, ну, там, две минуты, часа, три минуты, наберите, хорошо? Хорошо. Да, может, даже так. Вот. Еще мы с Еленой Шеребон. Будем в понедельник мой бизнес. Тут можно тоже как вариант. Ну, с кем-то, в смысле, мы с вами хотим воскресенье, встретимся в воскресенье. Вопрос, но просто тоже для других тоже это вариант. Вот. Встретиться там. Мы там будем в понедельник, а во вторник мы там целый день, четвертого, да, и пятого, соответственно, защита. Вот, поверьте, четвертый будет очень полезный день, может быть, самый-самый вообще из всех. Потому что мы, это предзащита, вы еще не защищаетесь, там не так, это все волнительно. Вот мы, как сегодня, подробно всех разбираем. Вот, прям, очень полезная штука. Рекомендую. Прям, ну, и тем более, когда это лично, максимально проработать. Поэтому не стоит там бояться, и вы прям уверенными будете, если это сделаете, абсолютно уверенными. Пятый, все будет сразу. Поэтому рекомендую. А видели, я скидывал, видите, вот, видюшки предзащиты в Иркутске. Вот. Ну, прям хорошо там. Дай в виду. Да, посмотрели эти видео, стало еще чуть страшнее. Да, кстати, прям, да, все хорошо. Там защиты были, наоборот, онлайн. А предзащиты были вот там вживую. Поэтому как раз интереснее будет у них в Иркутске предзащита посмотреть. На предзащиту. Ну, и у нас вот с вами четвертого и предзащита, считайте, да. Но тренинг по презентации, да, он формально называется. Вот идите презентовать, вот буду учить это делать. И, соответственно, и дорабатывать. И сегодняшний день очень полезный. Жалко, что мало людей, но зато вам хорошо вы все прорабатываете. А 4 октября это со стольки будут проработать? Я думаю, что с 10. Мы забронировали с 10, да. Я думаю, мы там будем весь день, прямо до последнего человека. Опять же, вы можете, ну, проработали там. Ну, я там какую-то вводную там на часок, например, а дальше вы прорабатываете. Вы, например, Евгений, первый выступили и уехали. В общем-то, не хотите, никто вас держать не будет. И это удобно. Но мы там будем, я думаю, что прямо до ночи с 10 часов будем. По крайней мере, мой бизнес написал, что мы там целый день. Вот. Берите... Ничего страшного, если вы чуть-чуть припозднитесь, я говорю, в принципе, это главное, это работа с вами лично, да. И еще, что я рекомендую, берите с собой ноутбук, естественно, да. Зарядки, ноутбуки, чтобы там сесть и все поделать сразу. Вот, флешки, все такое. Там будет ноутбук для произведения, но чтобы вам сразу править. В общем, берите с собой все. И опять же, кто-то, если далеко, прям, да, мы специально сделали не третье, а пятая, как планирует, а четвертый, пятый, Елена, да, чтобы, если кто приедет, он может заночевать далеко, если, да. Вот. Ну, я так понимаю, что графена, да, совсем отвалилась. Ну, вот. Мы сейчас ждем Аюну, поэтому, в общем-то, не выходим. Она мне подтвердила, что сейчас придет. Еще раз про Аюну. Она сама из Бурятии работала, я так понимаю, в туризме, в органах строительной власти. Сейчас она работает просто в туризме, и, соответственно, вот, я могу, кстати, показать, а не слайд, пока вот. Пока у нас есть немножко времени. Так, на слайд Аюны. Кстати, вот, кому удалось еще с другими наставниками поработать, какой ваш опыт, тоже расскажите, мне было бы интересно. Мне удалось поработать с Ларисой и Еленой Шеребон. Ну, как бы, как наставник непосредственно ваш с Ларисой, да? Да, наставник у меня Лариса, Елена Шеребон дала свои рекомендации по управлению. Но тогда у меня не была готова бизнес-модель, поэтому она мне ее не прокомментировала, и поэтому я, наверное, думаю, слабое место. Я постараюсь с ней еще раз связаться, чтобы она мне уделила время. Я понял, хорошо. Ясно. Ну, вот обою не слайд, я сейчас напишу в чате, что мы скоро начинаем. Да, соответственно. Так. Так. Через сколько, через 10 минут? Тем более, что Аюна в Ростуризме, она очень близка к непосредственно. Ну, вот, к первоисточнику, да, к федеральному агентству по развитию туризма, и в этом смысле это полезно и по мерам поддержки я поспрашиваю. У нее такая тема про взаимодействие с органами власти, вся, любым предпринимателем она в тему, да. Я сам, когда услышал эту тему, Аюна предлагала там потом какую-то еще, идите там по четвертому числу, тоже задавайте. Вот пока ждем Аюна, я так понял, что все, кто хотел сегодня выступить, выступили. Вот. Спрашивайте. Я вот после сразу, ну как там, пообеду и еду в аэропорт, вылетаю, и сегодня это все один. Завтра все с чем-то раз. Хорошо, тогда давайте подождем просто до Аюна. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прям они молодцы, очень хорошо делали. Лариса их наставник и Сергей Долгов тоже. Очень хорошая презентация. Как пример. Обещаете мне? Да, конечно, обязательно. Вот мне, конечно, примерно-то понимаю, что вот просто вот технические... Рассказывай. С населением для того, чтобы дальше свои планы реализовывать и научиться вот как клиентскую базу свою наработать. Вот у меня в планах разработка своей земли. Вот я просто ее даже не знаю, как... Просто я сейчас как тур оформляю. А на самом деле мне надо дальше строиться. Вот сами гостевые дома. Оформить ее как этнические... Как стойбище или как юрточный комплекс. Но перед этим мне надо сделать до трапы, пешеходные дорожки все сделать. Ну, подготовительной работы очень много. И в то же время хотелось бы использовать агротуризм. Вот у меня опыт работы сельхоз... Ну, сельхоздеятельности. Построить хотелось бы теплицы. И вот как... Тоже как агротуризм, чтобы тоже приезжали на мои теплицы. Ну, так и урожай собирать. Ну, вот такой примерно. Это все надо делать. Сейчас в этот момент... Вот сейчас я хотела выезжать же. Уже все набрала клиентов. А тут вот с последними событиями у меня все отменилось. Была договоренность с Домом культуры, со школой, что ярмарка будет, Дом культуры, что будет показывать представление. Что с Домами отдыха, что они будут принимать моих туристов. И в то же время свои гостей они все направили... Давайте так, в афтографе. Продайте мне ваш тур. У вас 30 секунд. Еще раз. Продайте мне, пожалуйста, ваш тур. У вас 30 секунд. 30. Я засекаю время. Я приглашаю вас в путешествие на край монгольского мира. Это самые северные места, где жили монгольские народы и ивынки. Познакомиться с культурой бурятов и ивынков. Посмотреть на горячие источники, искупаться. Получить адреналина, оздоровиться и самые живописные природные места посмотреть. Да? 30 секунд? Да, все. Мне непонятно, куда вы приглашаете конкретно. Сколько это стоит? Сколько это займет времени? Вот у меня лично... Вот смотрите, я приезжаю завтра в Улан-Удэ. Я выделяю там 2-3 дня, хочу выделить, потом еще куда-нибудь интересное место убирать и съедить. Вот я в Турксе... Вот в Иркутске мне было, кстати, понятно. Четко, да? Мне предложили там 4-5 вариантов, участники сразу. Здесь я вот не понимаю, честно. Мне крайне сложно понять. Но если вы в Улан-Удэ, самые минимум 3 дня. Ну вот у меня билет сейчас куплен в один конец, я специально не покупал обратно. Я, в принципе, обладаю там достаточным количеством времени. У меня там есть еще кое-какие дела, помимо Сератора в Улан-Удэ. Вот, я их сделаю и, соответственно, вот там могу 3, могу 4 дня выделить. Но я вот не понимаю, вот поэтому я говорю, продайте мне тут. Мы продали ноль. Ну, Турк на 3 дня ознакомления с восточной стороны Байкала, с заездом в Улан-Удэ, да? Уездом в Улан-Удэ. Давайте тогда 4-го поговорим. Вот уже просто Аюна подошла. Коллеги, у меня, знаете, что просьба такая техническая сейчас. Давайте все... Аюн, да, привет. Добрый день. Добрый день. Давайте мы сейчас выйдем и по той же ссылке зайдем. Я почему прошу, чтобы у меня видео сконвертировалось. Я сразу выслал, а остальные смогли посмотреть. Интересная была защита. Хорошо, коллеги, не против? Давайте так сделаем. Хорошо. По моей ссылке сейчас зайдем. Все, я завершаю и сразу захожу снова. Спасибо.